Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Я обещал в скором времени рассказать о том, как просить зарплату у начальника. И вот выполняю свое обещание. Дело в том, что я больше 25 лет был директором фирмы. И у директора фирмы и у сотрудников всегда абсолютно разные подходы к этому вопросу. И очень многие сотрудники просто не понимают ход мыслей начальника. Я поясню. Итак, давайте сначала нарисуем портрет идеального работника с точки зрения начальника. Ну, вы, наверное, думаете, что начальник думает, что самый идеальный работник – это тот, который вообще согласен работать бесплатно, круглосуточно, безотказно и так далее. Ну, я бы сказал, что это не совсем так. Я бы это дополнил. Да, бесплатно, конечно, круглосуточно, но он не должен выполнять вообще никаких заданий. Он должен сам решать все возникающие проблемы. То есть директор об этом работнике вообще ничего не знает. И, так сказать, все проблемы, которые возникают, работник решает самостоятельно и бесплатно. Вообще идеально все. То есть директору вообще даже не надо появляться на работе. Естественно, платить не надо. Деньги идут сами. И все хорошо. Хорошо. Теперь, значит, самый идеальный директор с точки зрения всех работников. Ну, понятно, что он абсолютно безотказный. Он никогда не спросит, где ты находишься, когда ты находишься. Ну, не пришел на работу, ну и хрен, так сказать, как бы никогда не поинтересуется, где вы. То есть вообще можно на работу не приходить. Вот. Деньги платят исправно. Если у вас возникают какие-то проблемы, там, так сказать, тещу на дачу отвезти, собаку к ветеринару. Вот. Без проблем. Всегда можно к начальнику обратиться. Он всегда поможет. Отвезет тещу на дачу, собаку к ветеринару отвезет. Выслушает все проблемы ваши с женой. Если вам нужна машина, конечно, он поможет и купит машину вам. Квартира нужна. Да, ради бога. Вот тебе деньги на квартиру. Бери, живи, значит, и на ремонт еще даст. Вот такой идеальный начальник. Не так ли? Вот. Ну, понятно, что до идеала далеко, и жизнь, она немножечко вносит свои коррективы, поэтому взаимоотношения между начальником и подчиненным всегда компромисс. Вот. И, ну, как я подхожу к подбору людей на работу? Я беру и рисую бизнес-схему, и в этой бизнес-схеме есть какие-то работники. И понятно, что люди получают какую-то, ну, среднюю зарплату, как у других все должно быть, да? То есть зарплата должна быть не выше, чем средняя, не ниже, чем средняя. Там средний учитель получает столько, средний врач получает столько, и все. Иначе бежать некуда. Какая разница? У всех все одинаково. Всюду все едино. Вот. И когда я формирую вот этот бизнес-план, у меня бизнес-модель, значит, там я столько-то стоит единица продукции, столько я ее могу выпустить, столько могу, какая производительность труда и так далее. Я рассчитываю, максимальная зарплата, которую я могу заплатить сотрудникам, я рассчитываю, если она ниже, чем, если она, так сказать, максимальная зарплата выше, чем средняя, которую я могу заплатить, то значит, я беру за среднюю зарплату людей и, соответственно, получаю прибыль. Вот. И понятно, что, когда я обсуждаю с сотрудником зарплату, то у меня интерес, чтобы зарплата была, конечно, как можно ниже у сотрудника наоборот. То есть мы всегда ищем компромисс. Вот. И это обычно средняя зарплата. Но. Значит, вот все работает, все нормально, но условия меняются. Постоянно цены повышаются, зарплата у конкурентов средняя повышается. И возникает вопрос однажды, рано или поздно, что неплохо бы повысить зарплату. И надо идти на переговоры с начальником, опять устанавливать новые какие-то соотношения. Как это делать и когда это делать? Смотрите, что обычно происходит. Обычно люди тянут это дело до последнего. Разговор, согласитесь, неприятный. А начальник наоборот. То есть тянет до последнего, а что ему повышать, если сотрудники не идут? Ему все нормально. И поэтому никогда инициатива о повышении зарплаты крайне редко будет исходить от начальника. Поэтому идти надо. Когда? Смотрите. Люди обычно тянут это дело до последнего, когда уже совсем не в моготу. А когда не в моготу? Когда кризис. И люди, когда уже совсем все невозможно жить... Блин, идут к начальнику. Первая ошибка, которую допускают люди, идут к начальнику тогда, когда совсем-совсем плохо. Но, ребята, плохо не только вам, плохо начальнику. Когда все совсем плохо, кризис. Заказчики требуют снизить цены. Заказчики снимают заказы, уменьшают количество заказов. Денег нет у начальника. У начальника денег нет. Вот в этой периоде тоже. Ему тоже плохо. Так же, как и вам. Он тоже человек. И шансов добиться повышения зарплаты в этот момент практически нет. Он бы и рад, но не повысит. А когда все хорошо, вы не идете. Значит, первый мой совет. Как только на фирме становится более-менее хорошо, можно идти и просить повышение зарплаты. Даже не можно, а нужно, ребята, нужно. Потому что в этот момент начальник может ее повысить. Когда все плохо, когда кризис не может. Второй момент. Ну, вроде все нормально, скажем так. Да, в стране там кризиса особого нет. Но кризис у вас лично. В семье. Ну, скажем, заболела там жена, теща, дети там какие-то, так сказать, заболели там и так далее, и так далее, и так далее. Там жена в декрет ушла. У вас доходы резко падают. Ипотеку платить надо. И проблемы. Бешеные проблемы. И вы просто уже не можете свести концы с концами, идете к начальнику. Что вы говорите? Вы начальнику начинаете рассказывать свои проблемы. Ошибка. То есть получается, что вы просите повысить вам зарплату, потому что у вас проблемы. Фактически вы продаете начальнику свои проблемы. А у него своих проблем. О, выше крыши, поверьте мне. И начальник вас выслушает. Он поймет, что да, у вас проблемы. И что вы хотите, чтобы он повысил вам зарплату. Знаете, что он вам ответит? То есть вы хотите ему продать свои проблемы. Он вам распишет хреновую тучу своих проблем. И у каждого начальника, поверьте мне, своих проблем выше крыши и намного больше, чем ваших. И он так красиво распишет, что ваши проблемы покажутся вот такими мизерными по сравнению с его проблемами. И вам не просто, так сказать, как бы отпадет желание просить у него повышение, а захочется самим просто пойти и сказать, слушай, давай я это самое, откажусь от зарплаты, и можешь мне не платить три месяца еще, пока не решишь свои проблемы. Вот. Еще раз. Не продавайте начальнику свои проблемы. А что надо делать? Надо относиться к начальнику, как к человеку, во-первых. Да? Смотрите. Подумайте, какие проблемы есть у начальника. И вот начальник, директор, он не любит проблем, поверьте мне. Он не хочет их, а проблемы возникают. И, например, заболел ваш товарищ по работе. Ну, в смысле, товарищ по работе, да, заболел. Что делать? Работа останавливается. Кто возьмет на себя работу? Тот, кто рядом. Если инициатива будет исходить от вас, вы просто подойдите к начальнику и скажите, слушай, я могу взять на себя эту работу, если вы хотите. И такое молчание. Он не дурак, он поймет. Если не поймет с первого раза, со второго поймет. Точно совершенно. Повысит. Если не повысит, скажите, ну, это я не буду брать. Работа остановится. А вот остановка работы чревата срывом сроков поставки и так далее, и так далее. То есть это страшное дело. Вот. Поймет. Потом, значит, опять же, проблема какая. Ну, у меня производство. Станок сломался. Кто будет чинить? Работник, который работает на станке, он не обязан чинить. Он не разбирается в этом. Но он видит, что можно починить. Он знает как. Если вы знаете, как починить станок, вы, конечно, можете его починить. Но не делайте это молча. Обязательно сообщите об этом начальнику. Скажите, слушай, начальник, вот у меня тут станок сломался, я взяла, починила станок. Это, это прикрутило. Я тут сообразила. Обязательно скажите об этом начальнику. Все, что вы делаете сверх того, что вы положено, обязательно сообщайте начальнику. Обязательно. И если вдруг возникает необходимость, ну, скажем, кого-то уволить, то это будете не вы. Во-первых. А во-вторых, значит, вы можете его шантажировать. Вы можете сказать, начальник, слушай, меня тут соседи зовут, конкуренты, предлагают зарплату там на 20 тысяч выше. Как вы думаете, идти или не идти? Вот это вот верняк. Просто верняк. Если вы понимаете, что, ну, как бы, ему проблем больше будет, найти такого сотрудника, как вы, повысит. Однозначно. Однозначно повысит. То есть, смотрите, приходите к начальнику, не грузите его своими проблемами, а помогаете ему решить его начальника проблемы. Все. Вам повышение обеспечено. И вы всегда будете зарабатывать выше среднего. Не намного, но выше. Настолько выше, чтобы вас никто не мог переманить. Очень простой метод. Не зарывайтесь. Привожу простой пример. Вот у меня есть один знакомый, Вовка. Страшный лентяй, еще и выпить любит. Ну, он сварщиком работал там, не у меня. Вот. И, значит, такой, думаю, господи, лентяй такой. Кому он нужен, в общем. Вот. Устроился на работу в Москву, в какую-то фирму, очень маленькую фирму. Там всего там два человека, начальник и он. Вот. Ну, где-то там бухгалтер что-то ведет. Вот. И они работают там, ну, как бы, Вовка получает 40 тысяч, нормальная зарплата, более чем нормальная для сварщика. Вот. Ну, и начальник примерно столько же. Вот. И они так друг с другом общаются, могут выпить-то вместе, все хорошо. И тут начальник вдруг берет какой-то, ну, большой и страшно выгодный заказ. И получается, что там 200 тысяч. И заказ такой постоянный. 200 тысяч реализаций в месяц. И такой Вовка говорит, ну, слушай, я хочу 100 тысяч получать. А средняя зарплата, ну, то есть, сварщик 25-30 тысяч получает в среднем. Вот. У Вовки 40. Он говорит, я хочу 100. Начальник говорит, с какой радости? Он говорит, ну, как с какой радости? 200 тысяч, вот, реализация. Он говорит, ну, ты же сварщик. А я начальник, я учредитель. У сварщика зарплата 40 тысяч. Вовка такой, да вот, блин, я там такой-сякой, значит, вот 200 тысяч, что, значит, а мы же все вместе делаем, значит, вместе и пополам должны делить. Вот. Ну, что сказал начальник Вовки? Как вы думаете? Ну, послал его нахер. И правильно сделал. Потому что он тут же нашел сварщика за 30 тысяч, который выполняет ту же самую работу и который не знает, что раньше было, значит, это самое 40 и, значит, при меньшем объеме. Вот и все. Потому что вас поменять без проблем. Не зарывайтесь. Будьте незаменимыми. Помогайте начальнику решать его проблемы и смотрите, у вас своя зарплата, у него своя. У вас своя ответственность, у него своя, поверьте мне. Потому что люди часто говорят, вот, там, повысились доходы, давай, повышай зарплату. А с какой радости? А вот когда, например, надо купить оборудование, станочек там за 100 тысяч, не рублей, долларов, станок стоит 100 тысяч. Это такой простой станок. Совсем. В полиграфии станок стоит миллион долларов. Хороший. Так вот, кто заплатит эти деньги? Начальник. Кто должен получать прибыль? Тоже начальник. Тот, кто платит, тот, кто за все отвечает, тот и должен получать. Если вам это не нравится, такое положение, если вы считаете, что начальник получает слишком много, ребята, вперед. Идите и станьте начальниками. Сами. И нехера там выступать, что там, а, у меня нет денег, чтобы фирму открыть. Для этого деньги не нужны, поверьте мне. Для этого мозги нужны. Не хотите быть начальником? Не хватает мозгов. Вы работаете, вы получаете свою зарплату, старайтесь, чтобы она была выше средней. Как просить повышение зарплаты, я вам сказал. Если вам не нравится, идите в начальники. еще один случай. Смотрите, у меня были тоже такие сотрудницы, они говорили, что вот, ты мало платишь, я реально мало всегда платил людям, вот, ты мало платишь, вот, если бы мы были начальниками, мы так платили, так платили своим сотрудникам. И, в конце концов, ну, мы разругались, они открыли свою фирму и стали начальниками. Вот. Вот. Ну, что вы думаете? Ну, то есть, они сначала выполняли сами всю эту работу, потом что-то быстро надоели, они работали до пяти утра, значит, выполняли, все такой, энтузиазм, получали денег, там, двести тысяч, там, сто тысяч, нормально. Вот. Нанимают сотрудников. И выясняется, что, блин, а сотрудники-то ни хера работать не хотят. И когда все хорошо, значит, там, они наняли сотрудников за 40 тысяч, а потом стало хреново. А сотрудники говорят, оплати нам 40 тысяч, продолжай. А если не с чего, убытки? Они говорят, ну, блин, у меня-то зарплата 40 тысяч, я хожу за 40 тысяч. И вы знаете, год-два поработали, и все. И там уже работники получают те же самые 15-20 тысяч, точно так же стонут, точно так же, то есть, как бы, закон, есть закон, понимаете, экономические законы, вы их не обманете. Если вы хотите получать много, если вы считаете, что начальник несправедлив, идите в начальники, попробуйте. Я вас уверяю, это не так легко. Не каждый это способен. Вот. Ну, я надеюсь, что это видео было полезно, что вы немножечко поняли психологию начальника. Поэтому поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы не согласны с чем-то, если у вас другое мнение, пожалуйста, пишите комментарии, давайте спорить. Но вот это мое мнение, это моя точка зрения. Я работал, я говорю, больше 25 лет директором. Просто устал. Спасибо. С вами был Демитко и Юрий. С вами был Демитко и Юрий. С вами был Демитко и Юрий.